Вы смотрите новости на канале РТВ. Президент Украины Петр Порошенко утвердил план освобождения Донбасса, точнее оставшихся под контролем сепаратистов в городах Донецк и Луганск. План по данным Совета национальной безопасности детальный и подробный, но самих подробностей в прессе пока нет, за исключением, пожалуй, одной. Киев больше не пойдет на одностороннее прекращение огня. Елена Мещерякова о последних событиях в регионе. Отступая, мосты не сжигают, взрывают. У населенного пункта Новобахмутовка железнодорожное полотно вместе с товарным поездом легло на трассу Славянск-Донецк. В Луганской области перестала существовать переправа через реку Теплое. По той же причине взрыва прервано сообщение между Красным лиманом и Горловкой. С точки зрения военной науки все верно. Остатки сепаратистов укрепляются в Донецке и создают проблемы силовикам на подступах к последнему бастиону. Но и те не дремлют. Прежде всего мы подготовим траншею, чтобы остановить поток военной техники из России. Это рвы шириной в 3,5 метра, через которые не пройдет ни одно транспортное средство. Колонна бронетехники Народной армии Донбасса в ночь на субботу фактически бескровно и беспрепятственно покинула Славянска, Артемовская и Краматорская. Взяла курс на Донецк. С утра над тройкой медежных городов взметнулись украинские флаги. На центральной площади выстроились армейские фургоны с продовольствием и очереди уставших от войны людей. Министр внутренних дел Украины распределением гуманитарки занимался лично. Машины гуманитарного груза будут сюда подходить, а ситуация в городе станет нормальна, только здесь будет вода или хрена. Когда ситуация начнет сформулироваться? Сегодня зашла милиция, это будут усиленные сводные отряды милиции. Военные потихоньку из города выйдут, они будут стоять на боевых позициях вокруг. Там, где им полагается, здесь будет работать милиция, отряды национальной гвардии для того, чтобы был порядок. Аваков в Славянске и словом на украинском не обмолвился. Эту вежливость зеленых человечков из нацгвардии горожане оценили не меньше, чем бесплатный картофель, хлеб, мясо и лук. Тут тоже ребята находились такие, которые не нашей, будем говорить, национальности. И что они пришли защищать, кого я не знаю, понимаете. Вот так. Страшно очень было. Мы вот, я живу вот по этой улице, так сюда, под исполкома, там и окна задраивали, в коридоре спали последние четыре дня. Ну, было очень страшно. Теперь пришла очередь Донецких. В фактической столице самопровозглашенной республики население почти миллион. За три месяца противостояния Киеву оно поредело. Донецк уже называют городом-призраком. А командование антитеррористической операции предлагает всем, кто не уехал, подумать еще раз. Пока выезд из города открыт для гражданских лиц с местной пропиской. Но следующий этап – блокада. Мы блокируем въезды и выезды для того, чтобы помешать террористам получать оружие и любые другие ресурсы. Мирным людям мы советуем оставить эти города в ближайшее время. На КПП они смогут получить все виды гуманитарной помощи. Киев готовится к заключительной фазе так называемой АТО. План антитеррористической операции сегодня утвердили в украинском совбезе. Президент Порошенко предупредил, что одностороннего прекращения огня больше не будет. А переговоры возможны лишь при безоговорочном принятии террористами его мирного плана. Это не ультиматум, но угроза бомбардировок Донецка настолько реальна, что даже местный миллиардер Ренат Ахметов, заявлявший о незаконности ДНР, просит остановиться. Донецк бомбить нельзя. Донбасс бомбить нельзя. Нельзя разрушать города, нельзя разрушать поселки, нельзя разрушать инфраструктуру. А самое главное, нельзя допустить того, чтобы гибли и страдали люди. Проект Новороссия еще не провалился, но сузил рамки до областного центра Донецка. Вопрос лишь в том, насколько скоро и кровавый будет финальная его точка. Елена Мещерякова, телекомпания РТВА.